а понял нормально не могу я быстрее ехать меня трясет у бляха муха тут какой-то хер прокультивировал с беднаром у тебя дождь есть да опять и дождь там привез что сидите давайте деки менять поехали пшеницу молотить пшеницу поехали молотить сергей николаевич здорово придумал достаточно широкая получается за счет трактов и потом еще опрыскателя так еще и здесь середка тоже скажем так побито сильно все я развернулся от них они меня продинамили сейчас объем выспимся но все добивайте развернулся вернулся даже не хочу смотреть на этот армату вообще ужас какой-то народ разъезжает продуваться по разным углам чтобы не мешать друг другу сейчас мы с радиатор чуть-чуть ворох смахнем и пары на лип а но я вас всех приветствую 8 августа 2020 года ежедневной технической обслуживание техники в поле комбайнов трактора все продуваются все сдувают пыль то смотря предыдущую серию тут видел что бывает когда много пыли гороховой и что вызывает собственно говоря одна искра от коллектора сейчас подъеду к лежке там позади меня продувается тоже хочу сдуть с радиатора немножко пыли с жопы и все таки надо убрать солому хоть я не такой пожар опасный как комбайн и но как говорится требования пожарной безопасности никто не отменял девушка пока продувается сейчас радиатор немножко хочу и с жопой сдуть дядь видите он приехал на кирове дисковать и это поле гороховое я приятно и 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 на тракторе давай продуваешь как себе на как себе на понял нормально ну спасибо Ну, спасибо. Спасибо, товарищ. Можно все закрывать. Ну, вроде бы, как бы, дали команду молотить. Ну, ребята, пускай едут. И я поеду, только я в другую сторону. Я поеду по грунтовке к противоположному краю поля. Проболтали с камазистами, простояли. Тем временем комбайны уже намолотили по бункеру. Я, наверное, пойду к Николаевичу разгружаться уже. Так, у меня что, навигация включена? Все включено, отлично. И у него, как назло, впереди, наверное, столб. И хермы до столба, наверное, успеем. А, Николаевич тоже сообразил, а-а-а, то, что до столба надо разгрузиться. Да не могу, я быстрее ехать, меня трясет тут, блях, муха, а-а-а. Тут какой-то хер, блядь, накультивировал с беднаром. Кто это был, блядь? Да не, не успеем, все равно все останавливаться будет. Я и так держу 4,5, а то мы на шестерке, на 5,5 км в час разгружаемся. В принципе, хорошо горох-то идет, не полеглый. Все-таки пятое поле самое было чистое в этом плане. Ржавчины не было на горохе, он не больной был. Здесь все-таки есть ржавчина. По сути-то, пыль-то это, вот эти споры ржавчины. Все, слушайте, почти что успели. Значит, знаете, что я не сделал? У меня рация не включенная. На зарядке до сих пор стоит. Надо включить. Лешка там сейчас сам на краю выспится, потому что у него уже бункер трещит по швам. Они с Михалычем набрали все одновременно. Ну так, Михалыч шел первый, поэтому я зашел под него, а Леха как раз на краю остался. Итого у нас, получается, первые бункера. О, слушайте, без 5,11. Вот это нормально мы начали сегодня пораньше. Ну, раз и вроде как бы не было, поэтому обслужились и сразу начали. Ну что, начинаем. Вот, горох если сухой, все нормально. У меня была открыта заслонка со вчерашнего дня. Мне начали три, не два бункера гороха. И я сейчас спокойно запустил в ОМ, провернул все. И открыл ее обратно заслонку. То есть горизонтальный шнек был полный. И все нормально. Ни каких последствий, никаких проблем. Ну, он как раз у Юрки, получается, один бункер уже есть, Лешкин. Сейчас он поедет. Так, подождите, оборотиков давайте на 1200 прям сделаем. Закрываем заслонку. Скидываем обороты до минимума и выключаем ВОМ. Прибавляем обороты до 1200. Ставим на ручник КПП. Ждем следующий КАМАЗ, который где-то позади стоит. Еще раз для тех, кто не в курсе, КАМАЗы без прицепов, потому что они завозят в склады. Где-то жопой заезжают, где-то боком, уплотняют к одной стороне. То есть с прицепами там никак, там проблематично. Никит, ты что там, закемарил? Никита! Никита! Слушай, ехай ко мне! ВОМ заслонка. Сгружаем. Можно обороты прибавить где-нибудь до 1400. Все супер. Ребят, какая-то тучка набежала и дождь пошел, блядь. В итоге мы отправили всего лишь три машины, три КАМАЗа у нас ушло. И вот замужил дождь. Пипец. Стоим, курим, бамбук. Я не знаю, кто это был. А, инженер, он зашел в загонку и заднюю включил и выехал. Не поехал, так что стоим. КАМАЗ. Короче, не дождь остановил комбайнёров, а обед на самом деле. И дождь так покрапал и ушел. Ушел дождь в сторону. Все, покушали. Поехали работать. Дядь Витя на Киркс приезжал на обед. Ветер поменялся. С этими тучами, с этими облаками. Тут куда-то кружит, твердит. Не поймите, что. Кстати, нам там еще один КАМАЗ приехал. Дядь Саня. Теперь их три. КАМАЗа без прицепов. У тебя дождь есть? Я не нормально подождел. Да, опять ты дождь там привез. Глянь, саживает. Нормально, глянь, сходишь. Если вы понимали, после обеда первая разгрузка опять закрапил дождь. Сейчас пыль поубавится. Да, боковой дворник надо. Да, да, да. Первый пошел. Следующий. Комбайны встали. Настя поеду к ним съезжу. Заберу остатки. И дальше будем курить бамбук. Бамбук. Ну, там, ничего, так треть. Треть еще. Не бойся, а. Перегрузчик. Лех, что там, Лех? Лех, ни хуя, бой мой. Ни хуя. Сейчас полчаса обдует. Нет, ну ты хуя обдует уже. Да, часок, наверное, пойдет курить. К вам что, приехать разгрузить-то? Давай, конечно, что мы будем, по чуть-чуть тебе дадим. Ну, сейчас, высыплюсь, остатки и приеду. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Что, сидите, давайте, деки меняйте, поехали пшеницу молотить. Пшеницу поехали молотить, Сергей Николаевич. Деки побыстрее меняем, нахуй. Здорово я придумал? Здорово. Только под барабай остался, переключимся. Ну, я и говорю, деки меняем, нахуй, поехали. Не должен. Да там хуйня делов-то. Опять испачкаемся, зачешемся. Пошли здесь чуть-чуть вот это. Да, Вася один остался, что у Мишки какая-то все-таки вибрация не собрали. Я говорю, вы снимайте. У кого у Мишки вибрация? Да, ремень, смотрите, вентилятор пока. Я к ним вот там позвонил, но они пока еще не поедут. О, опять у Тэшки проблемы. Понятно. А что, самоходик сегодня прыскает опять? Да. Степан! Что вы скажете по этому поводу? Выпить. Дай тряпочку, я поршень вытру. Нету. Тогда в шторку сейчас залезу, нах, руки вытру. Понял? Только не в лицо бросать, нах. Блядь, на мою футболку похож, слушай. Что? На мою футболку похож. Нету тебе, это рванка. Горох, пылюка, страшно. Не, да нет, жарко стало. На. Ну, еще день, что-то убрать. Да, на пол, что хуёло тебе. Теперь мерусь не? Да-да. Жарко. Эй, слышишь, я разулся. Молодец. Ну, ты погляди, я разулся. Блядь, а будь в пизду. Вот я там здесь чищу. Ну, что тебе при детях куришь, нах? Ну, ты это, там вообще, там, 18+. Я чей-то ребенок же. Блядь. Крестеку мне помыли, они грязные какие. А у меня каких стали? У тебя хоть вода не попадала. А у меня попадала, и я размазал. Не попадала, ты видишь, я дворником терю, как я нахуй не попадал. Да? Да. Да. Я думал, помой хоть чуть-чуть. У меня у нас шметки уже, блядь, летят нахуй. Да грязь, что? Он сломан даже не дискует. Сергей Николаевич сказал, как сейчас часок. А инженер болотится у нас. Он целый год часок сейчас. Да хоть часок она сейчас, и что будет? Вон она лезет, ёпки. Ладно, не было ничего. По прогнозу нихуя не стоит. Да у нас же все время такая хуйня. Если дождь не обещай, значит он будет. Если обещай, значит он будет. Я говорю, ты что сидишь? Я говорю, поехали, под барабанью меняй нахуй. Пшеницу молотить. А что, мне кажется, у них, может, там тоже был? Нет? Нет, он говорит, не был. А там молотит один комбайн. Это Вася? Да. РСМ один молотит. Ветра бригада у нас что-то никак. Мы их покинули, и они сдались. Зато там бочка, перегрузчик на один комбайн. Там все есть. Там все есть. Все условия, блядь. А нас даже вчера вечером забыли к хуя. Забыли, сторожей не вызвали, бочки нету, блядь. Сторожа нахуй дневного нет. Да, горели нахуй. Горели, горели. Беспризорники, блядь. Какие бродяги тут, блядь. Не говори, блядь. Все на доверии, хуйня. И не говори нах. Ну что, половина третьего. Ребята запустились. Решили попробовать. Еще дождик пробыл. Небольшой крапел. А так основная туча прошла вон там. Боком. Ну аж сверкала. Молния гремела гром. Ну посмотрим, посмотрим, что получится. Вообще, что я уселся, надо стекла пойти, помыть. Хотя бы переднее и левое боковое. Правое я точно не помою, я просто физически не достану его ополоскнуть. Где-то там Леха должен ехать. Пока еще не доехал. Начинаю разгружать комбайны, блядь. Стрелязка на 14 передаче. Куда же я так гоню на этом поле? И пыль чуть пошла, гляньте. Прям просохло все. Леха, давай. Давай, Леха, терпи. Я уже догоняю тебя. Двух. Входим в зону пыли. Сейчас сгружаюсь у Михайловича, а до этого сгружался у Лехи. Как раз Леха за Михайловичем идет. Мы подходим к тому месту, где я всев в весенний с культиватором проходил между кустом и столбом. Такой был там эпизодик у меня. Я говорю, протиснусь, а не протиснусь. Как раз он Лехе сейчас додается. Надо ему порадиться сейчас сказать. Леха, между кустом и столбом. Он подписчик матерый, он должен помнить. Красивый видоск. Все три в одной кучке. Лех, серию помнишь? Между кустом и столбом протиснешься? Я не знаю. Ты как раз попал на это место. Я не знаю. У нас что-то вторая бригада там захворала. Ну как, не совсем прям уж захворала. У Мишки на Т-шке проблемы какие-то. У него на двигателе, у вентилятора вибрация какая-то. То ли под шимик там болтается. В общем, появилась вибрация. К нему опять должен был в Северис приехать, а не его смотреть, что-то как, не знаю. Чинили, не чинили. И в молоке там, по сути, только один РСМ. Второй РСМ стоит, потому что механизатор, Витька, а он на самоходном оприспателе Джон Дьер десекацию производит. Вчера производил и сегодня производит. Но мы потихоньку работаем. У нас дела движутся. Мы уже к концу поля, как приближаемся. Тут очень чудно получилось по весне. Здесь были сырые участки, которые я, собственно говоря, не закультивировал, Михалыч не засеял. И потом позже подсеяли частично горохом. Они, оказывается, тоже к тому моменту, когда решили подсевать до конца, не высохали эти участки. И позже уже подсевать горох было поздно. Там подсеяли сою. И здесь получается с краю, по краю, и до следующего края подсеяна соя. Очень забавно выглядит. И мы сейчас до конца поля не доходим, мы доходим как раз до края сои. Сейчас у нас сбоку уже будет скоро соя. В середке попочек сои. Я весь актош культивировал. Здесь кусок коротким гоном, потом из золотчины за сырой ходил коротким гоном. И получается, как раз золотчину сои засеяли. Вроде лёг засеивал. А так время-то уже вечернее. Половина шестого вечера. Полдник у нас прошёл. Всё хорошо. Молотим. У инженера хочу забрать бункер. Но он пока что-то не хочет мне отдавать. Ну что, будем, Сергей Николаевич? Да ещё можно проехать, ребята, пока мало. Базара нет. Проехать ещё. Под вечер надо выйти и немножко прогуляться. Сейчас как раз Лёха и Михалыч будут набирать по бункеру. Запечатлю вам проход Джон Дира С660 роторного. Да, кого я удивил, когда они у меня тут все на поле роторные. Близко подходить не будем. А то всё-таки потеют там, выскакивают, стреляют больно и сильно. Где-то в сой пыли два комбайна. Вон там где-то. Их совершенно не видать. Но всё равно это по-божески, я считаю. Для гороха это прям неплохо. Бывает и хуже намного. Очень большие потери у нас, конечно, не от комбайнов, а от опрыскивателя, который здесь ходил. Не очень удачный опрыскиватель. Не сам опрыскиватель неудачный, а тряптор, с которым агрегатируется. Это вот Дойц Агрофарм 115. Маленький тракторок с небольшим клиренсом. После него очень-очень большие потери. Конечно, после вот такой обработки понимаешь, для чего нужны самоходные опрыскиватели, для чего нужны опрыскиватели трактора с большим клиренсом. Потому что получается просто вычищенная полоса там шириной 3 метра. Через каждые там 24 метра ширины захвата этого опрыскивателя. Я сейчас иду специально вам, чтобы особо не лазить по гороху. Как вам? Как вам вот эта картинка? Здесь была десекация, здесь были другие обработки. Вот он тут ходил. Трактор. Понимаете, то есть как бы одно дело клея, которое достаточно широко получается за счёт трактора и потом ещё опрыскателя. Так ещё и здесь серёдка тоже, скажем так, побита сильно. Вот это, что не есть хорошо. Конечно, самоходный опрыскатель – вещь в этом плане. Ну извините, даже горох вот у меня сейчас выше колена. Горох стоит. А горох здесь сыпет неплохой. Я где-то думаю, в районе что-то 40 центнеров. А у кого выше горох по урожайности? Ну, экономика там, да? Фермера умные, продвинутые. Рожнов, Гриднев. Ну вы сами понимаете. Они сразу всё это калькулируют, всё это сразу понимают. Понимают перспективу, долгосрочные прогнозы и прочая-прочая умная вещь. Ну нам, трактористам, похую как бы. Нам что вот, Джон Дьердаль нахуй. Всю и с общим всё прикатаем. Ни хрена я не вижу. А кого я не вижу, Михалыч я не вижу. Пойду им навстречу. Лучше я лишний раз за ними проедусь. Чем потом буду их по неровному полю догонять. Кишки протрясать. Да я вообще думаю, в целом, наверное, надо уже начинать забирать. У последнего комбайна как раз переду идущий доберёт до полного. Кишки протрясают. Ну слушайте, остаётся ерунда. Ребята уже выбивают второй пятачок, который здесь остался. Так что сейчас уже... Так, 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 так. Нет, больше четырёх пальцев до горизонта солнышку ещё. Знаете, да, эта система? Там сколько пальцев осталось? Четыре. Там три пальца. Два пальца. Жду. Алексей сейчас грузится. Блядь, там уже... Там уже ещё ником подбегает. Ну да ладно, ничего, подожду. Я думаю, я успею загрузиться. Тем более, большой Камаз сейчас грузать. В принципе, сразу в него влазит прилично. Где-то два с половин бункера как раз чуть-чуть остаётся у меня. Так, 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 так. Лёх, отвозди, Лёх. Набей ей в ответ, Лёх. Так, так, так. Забей. Так, так, так. Народ, время уже как бы половина восьмого, где-то, наверное, полчаса, ребята уже мучаются, грибут жатками землю, набивается горох на крайне получается делитель, такой большой кучей, блядь, то есть дергаются, тормозят, блин, но пытаются добить, там осталось, блядь, ну, по сути, вот гектар, все, нету смысла его бросать, сюда ехать опять завтра, то есть нужно добивать в любом случае, и вот там пытаемся как-то, не знаю, вот Леха опять жатку поднял, потрес, опять ехать пытается, то есть скорость минимальная, разгружать на ходу так уже не получится, там и, собственно, негде разгружать, потому что там треугольник 100, блядь, на 100 метров, короче, они просто в круговую его закруживают, сейчас вот Алексей, как раз, полным ехает, сейчас сгружу его бункер, пойду разгружу, и все, и буду стоять у КамАЗов, сами приедут, сами выспят, сюда уже смысла нет ехать, у всех так по чуть-чуть будет, Леха просто крайний остался, с полным бункером, вот так вот, но догрызли, догрызли, у нас остается по факту два поля с горохом, это Семеновское шестое, там, блядь, порядка, наверное, что-то 160, что ли, 170 гектаров, и хоронючки, блядь, это, помните поле, которое я барновал, когда со мной Ромка катался, который со мной работал в труде, когда я работал, в Ухлого, на своей родине, вот, то поле, блядь, тоже с горохом, там кусты одни, ее так и называют хоронючки, потому что там можно сохраниться и заблудиться, такой у людей опыт был в этом хозяйстве, когда ночью сеяли, и можно было просто потеряться. Все, я развернулся от них, они меня продинамили, лег в твое, говорит, нет, буду добивать, сейчас добьем, выспимся, ну все, добивайте, развернулся, повернулся, даже не хочу смотреть на этот Тормаку, вообще ужас какой-то, пускай добиваюсь, сейчас, через полчаса добьют нахуй. О, Лех приперся, и не прошло трех минут. Ну все, зашибись. Будет прикольно, сейчас еще на Бригадар поедем, или как? Все может быть. Ну если на Бригадаре, я сейчас, наверное, через деревню махну. Ну, как всегда, я последний в нашей Бригаде, мчусь к ним на стоянку. Я надеюсь, они на стоянке, и стоят, а они отцепляют жадки, и едут в хозяйство. Блядь, будет как-то не очень. Мне придется, ну и целый круг такой махнуть, блядь, через поля, хотя я был, по сути, под боком. Но мне никто на рацию не отвечает. Они, по ходу, её уже выключили, либо они, как раз, отцепляют жадки, не знаю. У меня отсюда ни хрена не видать. Комбайнеры отцепляют жадки, и сейчас поедут на Бригаду. Зато я, блядь, я за ними, блин, ну ладно, чё, Бригада всё-таки крутье. Я думаю, смысл дальше снимать нету, что на Бригаду сейчас приедем, и всё, и до завтра. Так что оставайтесь, продолжайте смотреть, кунал будни тракториста. Я говорю вам спасибо, до новых встреч. Всем добра.